Прекрасное окончание в этом салме. Мы только что слышали. Аллилуйя! Я спасен! Слава нашему Господу! Возлюбленный Господом, мои дорогие братья и сестры, рад вас всех приветствовать, видеть в этом собрании сегодня. Всех наших членов церкви, которые сегодня находятся на этом месте, наших гостей, которые посетили нас сегодня, ну и, конечно же, наших неофициальных членов церкви, которые в других штатах или за пределами Америки сегодня смотрят нас у экрана своих компьютеров. Всем вам обильных Божьих благословений! Первое место священное писание, которое я хотел бы предложить каждому из нас сегодня послушать, это записанное Евангелистом Лукой в 10 главе с 30 стиха. Слова Господа нашего Иисуса Христа. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и увидел его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. «Сямарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на осла, на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержательству гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь что больше, я, когда возвращусь, отдам тебе». Я думаю, что большинству из здесь сидящих знакомо это местописание, это притча с самого детства. Потому что за свою христианскую жизнь мы выслушали немало проповедей на эту тему, пропета немало псалмов, написано стихов и даже постановки были поставлены на эту тему. И о чрезмерно занятом священнике, и о безразличном или равнодушном левите, ну и, конечно же, о добром саморанене, который не мог пройти мимо людского горя и людской беды. Некоторый человек шел из Иерусалима и в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Насколько тяжелым было состояние этого человека, мы не знаем. Мы можем только, ну, представлять, уявлять себе, насколько. Но я думаю, что очень тяжелым было состояние этого человека. Потому что мы читаем, они его изранили и оставили едва живым. Не исключено, возможно, что этот человек лежал там вообще без сознания. И когда, находясь в гостинице, он пришел в себя, начал немножко поправляться, то я думаю, что первая мысль, которая беспокоила этого человека, или же пришла к нему, это «Как я здесь оказался? Как я сюда попал вообще?» Потому что последнее, что он мог помнить, это злобные лица людей, которые били его, срывали с него одежды, вот, возможно, ужасные боли, а потом, потом все куда-то исчезло. И вот он в гостинице, открыл свои глаза, он в гостинице, в мягкой постели, возле него крутятся, стараются как-то ему помочь, ведь никто ему сразу не объяснял, кто его привез, как он сюда попал, что этот человек говорил с хозяином гостиницы. И я думаю, что вторая мысль, которая больше всего беспокоила этого человека, это «Как я рассчитаюсь с хозяином гостиницы? Чем я могу заплатить, если я не то, что без денег, я даже без одежды остался?» Ведь, как я уже сказал, он же не знал, о чем говорил тот человек, который привез его. Что он говорил с хозяином гостиницы, и что тот тоже говорил тому обратно. Он не знал ничего этого. Я думаю, что эта ситуация нам, живущим в Америке, как-то немножко, ну, близко и знакома, да, потому что многие, наверное, из вас попадали в ситуацию, когда вы приходили в какую-нибудь клинику или в какую-нибудь больницу, и на вопрос, как вам могут помочь, когда вы начинали рассказывать о своих проблемах или о том, что вам болит, первый вопрос, который вам задавали, какой? Инчуринсная карточка. У вас есть медицина? Вот, или нет? Это прежде того, чем вас начнут лечить, вас начнут спрашивать это. Да вы сами прекрасно понимаете, да, потому что кому-то за ваше лечение, за ваше обслуживание нужно заплатить. Да и вы сами, если у вас нет страховки, и вам по какой-то причине надо пойти к врачу, пойти к больницу, долго будем взвешивать все «за» и все «впротив». Стоит идти или, может быть, не стоит? Может быть, подождать? Может быть, пройдет? То есть, потому что мы знаем, что за этим стоит. И если, конечно же, по какой-то причине мы попадаем в больницу, то ли там где-то упал, сломал ногу или что-то еще там, или какая-то что-то ухватила нас, боль какая-то, срочно надо к врачу, вот, и мы попадаем все-таки в больницу, то помимо мысли, которая нас беспокоит, как избавиться от этой боли, мы тоже думаем о том, сколько это удовольствие мне будет стоить, и как придется за это заплатить. Потому что здесь иногда, я думаю, что тоже вы знакомы с тем, после госпиталя такие билы приходят, что человек, наверное, посмотрит, думает, лучше бы я умер, наверное, там в тысяч 8-10 похороны обошлись бы, но на этом кончилось бы. А так, кто знает, сколько придется расплачиваться за все это, что мне предоставили, это обслуживание. И как, наверное, какое вот наше впечатление, или наши мысли, или наше положение, когда мы вдруг слышим то, что услышал этот человек в гостинице. Не беспокойся, за все заплачено. Так легко становится, правда? Человек вздохнул, неужели, аж не верится иногда. За все заплачено, не беспокойся. Правда, как долго мы помним вот это благодеяние, или воспринимаем как обычное, как должное, это уже, конечно, другой вопрос. Вы знаете, что в этой жизни, в этой жизни очень многими вещами мы пользуемся, за которые кто-то заплатил. Иногда это нам даже не приходит в голову, иногда мы знаем об этом, но мы пользуемся тем, за что кто-то заплатил. Во второй книге Царств, 19 главе, мы читаем об одном человеке, имя которому Кингам. Как многие из в этом зале сидящих знают это имя? Я думаю, что немногие. Этот человек был удостоен царем Давидом пожизненно сидеть за его столом, иметь пропитание со стороны царя, да еще и загадывать, что ему хочется, например, что для него сделали. Смотри, великая честь, правда? Огромная честь. Сам царь предложил такие услуги этому человеку. Я уверен, наверное, что большинство из здесь сидящих не припоминает человека с таким именем в окружении Давида. Ну, помнят о Весу, помнят и о Ава, ну, Семея помнят, еще там, может, некоторых, Ахитофела, вот, Хусия. Но человека с именем Кимгам, что же сделал этот человек особенного? Чем он отличился настолько, что царь Давид, царь Давид его взял к себе в Иерусалим, чтобы этот человек в царском доме питался от царского стола всю свою жизнь? А равным счетом ничего. Да? Он не сделал абсолютно ничего. В этом были заслуги его отца. Это он за все заплатил. Вот сколько сегодня в этом зале сидит людей, особенно молодых людей, да, которые приехали на машинах, за которые папа заплатил. Или инчуринс на эту машину, за которую тоже кто-то заплатил, ну, скорее всего, папа. Одетый в одежду, за которую кто-то заплатил. На лавках сидят, за которые кто-то заплатил. Ну, еще много-много можно перечислять вещей, за которые кто-то заплатил. но мы ими пользуемся иногда, не замечая и не думая об этом. Я думаю, что этот человек, о котором сказал Кимгам, он долго помнил благодеяние своего отца и был ему за это благодарен. Так вот, в 17 главе этой же второй книги царств мы находим такое местописание. Когда Давид пришел в Маханаим, то Совий, сын Нааса, из Рави Аманицкой, и Махир, сын Амиила, из Лодовара, и Верзелий, голодитянин, из Роглима, принесли десять приготовленных постелей, десять блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зеран, и меду, и масло, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу. Ибо говорили они, народ голоден, и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Потом далее мы, когда читаем это местописание, дальше мы встречаем опять, что когда Давид возвращался в Иерусалим, после победы над Авесоломом, этот человек в Верзелий опять встретил его, опять вышел ему навстречу, встретил его, и там между ними состоялся разговор, там между ними была беседа, и царь Давид сказал этому человеку, что иди со мною в Иерусалим, и я буду продовольствовать тебя. Но этот человек в Верзелий, о котором написано, Верзелий был весьма стар. Ему было 80 лет. Так что, дорогие братья и сестры, которым за 80 лет, не обижайтесь, когда вас называют старыми. Я помню, когда-то моя бабушка в 92 года очень обиделась на мою старшую сестру, которая сказала, что она старая. Но здесь так написано, Верзелий был весьма стар. Ему было 80 человек. Этот человек сказал такие слова царю Давиду, что, ну послушай, ну я уже старый, пойму я ли я вкус этой пищи, или там этих музыкантов, разберу я все это. Ну, здесь мы читаем вот с 37 стиха. Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой, Кингам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно. И сказал царь, пусть идет со мною Кингам, и я сделаю для него что тебе угодно. И все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя. Прекрасно, правда? Как я сказал, этот сын, наверное, помнил всю свою жизнь поступок своего отца и очень этим гордился. Но это было тогда, это было очень давно. Мы сегодня с вами живем здесь, в Америке, в 21 веке. Живем очень хорошее время, не правда ли? Свобода, благополучие. Находимся в прекрасных молитвенных домах, приходим на собрание. Имеем разного формата, разного перевода, в разных переплетах Библии, с позолотой и без, в кожаном переплете и без кожаного переплета, на замке и без замка, с отметинами какими-то, с комментариями. Имеем множество-множество разной христианской литературы, полезной и бесполезной, иногда даже вредной какой-то. То есть пользуемся огромными благами, мы живем в материальном и в духовном изобилии. Никто сегодня этого не может отвергнуть или же опровергнуть. Но вы знаете, за это все тоже кто-то заплатил. Я думаю, что многие здесь сидящие с посидевшими голыми, они поняли или поймут, о чем я говорю. За то, что мы сегодня пользуемся изобилием. И в бывших странах Советского Союза, или бывшего Советского Союза, в этих странах, люди пользуются свободой проповеди Евангелия, проповедуя в тех местах, где они раньше отбывали срока, снимая дворцы культуры, разные другие заведения, как я уже сказал, имея в достатке всякой литературы, за это кто-то заплатил. Потому что многие наши братья и сестры платили за это. И платили очень дорого. Платили своей свободой, платили своими семьями, платили своей жизнью. Умирая там от холода и голода, в мордовских лагерях, на Соловках, в Сибири, пролагая дороги в таких непроходимых местах, имеющие выбор сказать только, что они отказываются от веры в Иисуса Христа и могли возвратиться домой, но они оставались твердые и непоколебимые. Они платили. Платили дорого. Как я уже сказал. Некоторые из них годами после того ощущали на себе влияние лагерей. Многие из них, конечно, после того получили реабилитацию. Они были оправданы. Им сказали, что они сидели невиновно. Но они платили. Правда, сегодня некоторые слишком поумневшие. Есть люди, которые могут сказать, что они по глупости сидели, потому что они не понимали хорошо священного Писания. Но я всегда задаю вопрос таким людям. Они не понимали, да, может быть, не умели хорошо читать, но не умели склониться на колени. И бесы с крыком уходили. Они умели склоняться на колени, и Дух Святой наполнял их. Возможно, не умели читать, не знали букв всех, но они твердо верили в Господа. И сегодня благодаря им, благодаря тому, чем они заплатили, мы находимся вот так вот, сидим, прекрасно одеты, в хороших домах молитвенных, имеем в достаток во всем. Так что храни нас Бог от таких мыслей, от таких мнений, от такого понимания. Сейчас вот мы сидим тоже в собрании, в доме молитвы, наслаждаемся Словом Божьим, общением друг с другом, своими братьями и сестрами, поем прекрасные псалмы, слушаем проповеди, знаем то, что мы избавлены от рабства греха, проклятия и смерти, что нас ожидает небеса, город, который приготовленный Богом, где нет слез, где нет горя, где нет проблем, где написано, что сам Бог отрет слезу их с очей. Да и здесь на земле сколько благословенных минут мы переживаем в общении с нашим Господом, чувствуя Его близость и защиту. Вы знаете, за это тоже кто-то заплатил. За наше спасение, за наши грехи, за все заплачено. И это сделал Сын Божий, Иисус Христос, непорочный, святой Божий Агнец. Заплатил за наши грехи, заплатил за наши беззакония, кровью Своей омыл нас и оправдал, открыл доступ в небо и приготовил нам там место. Слава Ему за это! Мы только что сейчас пропели такой псалом. Брачный пир ожидает гостей, небеса ожидают спасенных. Слава Господу! В Евангелии мы читаем такое место священное писание, 1 Петра, 1 глава, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». И 1 Иоанна, 2, 12. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Это все написано нам, возлюбленные Господом, братья и сестры. Римлянам, 3 глава, 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву и милостивление». Ефесиным апостол Павел пишет во 2 главе, 19 стихом, «И так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Один из апостолов Иисуса Христа, проживший дольше всех на этой земле, это Иоанн, мы знаем его, называют Иоанн Богослов, который находился на острове Патмосе и получил большое откровение. Много Господь говорил ему о будущем, о том, что предстоит и что будет еще. И здесь он пишет в 21 главе Откровения, мы знаем эти места Писания, потому что часто они нам читают и о них говорят. 21 глава с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, сискинье Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот это то, что ожидает нас. Это наша надежда, это наше упывание, это то, к чему мы стремимся, и это то, о чем говорит Священное Писание. Это ожидает нас. Тот святой прекрасный город, который приготовлен самим Богом, где утрется всякая слеза. Я знаю, что часто это место Писания напоминается на похоронах, когда имеем предпохоронное собрание. И вот мы говорим, утешая друг друга, о том, что придет это время, придет это время, когда все это исчезнет, эти слезы, горе, переживания, эти разлуки, все это уйдет. Возлюбленные Богом. Я знаю, что мы сегодня живем в свободное время, в свободной стране, как я уже сказал. И все это благополучие, все это изобилие, оно со временем притупляет у нас остроту восприятия того, кто мы являемся перед Богом на самом деле, и кем мы можем быть без Бога. Да, раз в месяц мы видим здесь чаши, мы видим хлеб, и нам напоминается, нам напоминается пастырь, напоминается братьями, которые проповедуют о том, что это за нас, это за наши грехи. Но, как я уже сказал, с годами мы до этого привыкаем. И нам кажется, уже ничего особенного в этом нет. Но в этом есть особенное. В этом есть особенное, и очень даже особенное. Потому что без Бога мы были определены на смерть, на проклятие. Гнев Божий тяготел над нами, и апостол задает вопрос, кто вы были без Христа? И потом начинает перечислять. Да никто, никакой надежды, ничего, потому что вы были отчуждены, вы были врагами Богу. Но благодаря жертве Иисуса Христа, который, как я уже сказал, за все заплатил, им заплачено сполна, от нас не требуется никакой добавки к этому, он заплатил сполна. Для того, чтобы мы сегодня были праведными перед Богом, как я здесь прочитал. Ибо не знавшего греха Он сделал жертвою за грех, чтобы мы в Нем, в Иисусе Христе, сделались праведными перед Богом. И чтобы сегодня вот эта надежда и упование жила в наших сердцах, что придет тот момент, и то, о чем мы читаем здесь в Откровении Иоанна, о том прекрасном городе, о том блаженстве, которое ожидает людей, чтобы мы это могли испытать, пережить и получить. Да, как я уже сказал, даже на этой земле, насколько мы счастливее других людей, тех, которые не знают Бога, тех, которые сегодня погрызают в грехах, у которых проблемы разные в жизни, и они не имеют выхода. Но мы сегодня знаем о том, что есть на небе Бог, которому не безразличны наши проблемы, наши нужды, переживания, не безразлична наша жизнь, потому что Он искупил нас кровью Сына Своего, Иисуса Христа, который заплатил за все. Как я уже сказал, хорошо, когда заплачено за наши билы в больнице, хорошо было тому человеку, за которого заплатил самарянин, хорошо было Кимгаму, за которого заплатил отец, и нам хорошо, когда наши родители за что-то заплатили. Но насколько несравненно дороже и ценеет то, что сделал для нас Господь Иисус, заплатив за наши грехи, за наши беззакония, за нашу жизнь, чтобы нам открыть небо. Поэтому, возлюбленный Господом, пусть в нашей жизни, не умолкая от хвала нашему Господу, пусть в нашем собрании звучит Ему хвала и поклонение. И в этот час, имени возможность преклониться перед Ним в молитве, я бы хотел, чтобы мы от всей души поблагодарили Его за то, что Он заплатил сполна за все, за каждого из нас. Слава Ему за это! Аминь! Помолимся! Аминь!